Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Как видите, из названия моей презентации я несколько расширила, наверное, самопонятие и постараюсь представить современное место ингибиторов ангиогенеза и в том числе низкомолекулярных ингибиторов теразинкеназ в лечении неминоклеточного рака легкого, не несущего основных драйверных мутаций. Также, не занимая излишнее время, просто в плане напоминания, ангиогенез, конечно же, это один из ключевых моментов опухолевого роста, медостазирования, опухоль объемом более 2-3 кубических миллиметров уже испытывает гипоксию, а мы помним, что гипоксия – это основной стимулятор патологического ангиогенеза, именно гипоксия, испытываемая не только опухолевыми клетками, но и клетками стромы, фибробластами, макрофагами, то есть все клетки, испытывающие гипоксию, начинают продуцировать основной стимулятор патологического ангиогенеза, это сосудистый материальный фактор роста, и он уже запускает ангиогенный потенциал опухоли, стимулирует пролиферацию эпителиоцитов, перицитов, гладкомышечной мускулатуры сосудов, и таким образом развивается уже патологическая сеть опухоли, которая приводит уже к реализации в том числе и мистического потенциала опухоли, возникают метастазы удаленных органов, в которых также запускается вторичный ангиогенез из-за имеющейся гипоксии. То есть, в принципе, на всех этапах прогрессирования опухоли ангиогенез имеет важнейшее значение, и, конечно же, это очень важный... очень важный мишень для воздействия с лечебной целью. Продукция факторов, которые как стимулируют, так и подавляют ангиогенез, осуществляется, как я уже говорила, не только клетками опухоли, но и клетками микроокружения, то есть тромы, и даже организмом хозяина, то есть организмом пациента. И, в принципе, ключевые стимуляторы ангиогенеза, мы их также знаем, это сосудистые нателиальные факторы роста, факторы роста фибробластов и эпидермальные факторы роста, но есть и, наоборот, ингибиторы, не лекарственные препараты, а факторы, существующие в организме и в опухоли. Это тромбоспондин, ангиостатин, недостатин, но в любом случае все эти факторы ангиогенеза, они как раз-таки включают ангиогенный фенотип опухоли и, в том числе, участвуют в реализации наших эффектов нашей антиангиогенной терапии. Здесь также просто в плане напоминания о том, какой все-таки сложный и многоступенчатый и многокомпонентный механизм патологического ангиогенеза, в котором участвует огромное количество участников. Это и предшественники эндотериоцитов, которые в норме выходят из костного мозга пациента. И напомню, что в здоровом организме эндотериоциты крайне малый потенциал пролиферации для них характерен, а в том случае, если возникает в опухоли гипоксии и запускаются процессы ангиогенеза, пролиферация этих клеток резко возрастает. Что же происходит, если мы пытаемся подавить ангиогенез, то есть использовать антиангиогенную терапию? Существуют различные теории, объясняющие эффект антиангиогенной терапии, но основное – это воздействие на созревание патологических сосудов, потому что пролиферация эндотериоцитов происходит, но она хаотична, она бессистемна. Соответственно, это русло, оно не малофункциональное, поэтому оно, конечно же, да, оно существует, но оно все равно не обеспечивает такой полноценной перфузии опухолевой клетки, не обеспечивает полностью купирование гипоксии. И таким образом, в период, когда под действием антиангиогенезаторапии происходит нормализация, кратковременная, но нормализация все-таки опухолевого кровотока, уменьшается интерсоциальное давление, улучшается перфузия, именно этот период, еще раз напомню, кратковременный, он может быть использован как раз-таки и для улучшения доставки лекарственных препаратов, то есть как раз-таки то терапевтическое окно для антиангиогенной терапии, которое помогает реализовать эффект, в принципе, таких препаратов, которые используются вместе с антиангиогенными лекарственными препаратами, в частности, те же цитостатики, которые, таким образом, с большей эффективностью поступают в опухолевую клетку и реализуют свой эффект, таким образом повышается эффективность противоопухолевой терапии. Ну, в принципе, мне кажется, обоснования, необходимости использования этих ингибиторов, они есть, и, в принципе, они находят отношение и в практике, о котором чуть позже мы скажем. Ну, конечно же, опухоль, насколько она победима, неизвестна, но ясно, что резистентность к любому, даже самому эффективному виду лечения, она возникает с тем или другим, через тот или другой промежуток времени. И различные пути ускользания опухоли от эффективного лечения. Если мы говорим об ангиогенезе, то это, конечно же, запуск альтернативных путей через рецепторы фактора роста фибробластов и так далее. Это быстрое повторное ремоделирование средствового русла с уже ухудшением перфузии. Это селекция клеток опухоли, которые устойчивы к гипоксии, у которых другие механизмы реализации их потенциала жизненного, повышение порога апоптозы и так далее. То есть, в принципе, механизмов много, и мы все, наверное, сложно даже все установить. Но, по крайней мере, мы уже можем предполагать, что это механизм резистентности – это как раз-таки точки приложения для нашего поиска дальнейших препаратов, которые мы можем использовать при возникновении этой резистентности. Ну и что мы имеем сейчас? Как мы можем влиять на опухоли ангиогенез, в частности, при немелых клетчатом раке легкого? Это, в принципе, известные препараты первого класса. Это антитела непосредственно к циркулирующим сосудистоэпидермальным, сосудистоэнкотериальным факторам роста. Это, конечно же, классический биотезумаб. Это группа препаратов ловушек для, опять же, циркулирующих сосудистоэпидермального фактора роста. Это афлиберцепт, который работает не только при раке легкого, но и в большей степени работает при лечении все-таки кулерактального рака. Это вот та большая группа препаратов, которые являются таким, ну, зоной интереса, областью интереса со временной антиогенотерапии, довольно неполной перечень препаратов, которые влияют уже не на рецепт, извините, не на фактор роста посудистоэнкотериальный, а на уже рецепторы, которые находятся уже в опухолевой клетке. Напомню, что часть рецептора внутриклеточная, как раз-таки на эти рецепторы действуют низкомолекулярные ингибиторы. И четвертая, получается, уже группа препаратов – это те препараты, которые влияют на внеклеточную часть рецептора. Это антитела, моноклональные антитела, но основной представитель раму цирумаб, который, в принципе, также эффективно используют сейчас при лечении и опухолей желудочно-кишечного тракта, кулерактальный рак, рак желудка, и при раке легкого он также доказал свою эффективность, о которой мы будем сейчас говорить. Также не буду просто для того, чтобы напомнить, что высокий уровень циркулирующих сосудистоэнкотериальных факторов роста – это негативные факторы прогноза, но он никоим образом не является преддиктором эффекта, в частности, биоцезумаба. То есть независимо от уровня исходного, мы имеем все основания по показаниям назначать препарат и уже оценивать клинический эффект. Что мы имеем в настоящее время для лечения немоклеточного рака легкого? Уже более детально подойдем к лекарственной терапии. Лечение немоклеточного рака легкого, не имеющего драйверных мутаций. Это, конечно же, лекарственная терапия, в первую очередь, платиносодержащие дуплеты. Видим список, наверное, из 10 препаратов, которые мы, к счастью, можем сейчас использовать. И если мы говорим о группе неполусклеточных раков, то это, конечно же, сочетание цитостатиков и как раз-таки антител биоцезумаба. Основное исследование, на основании которого препарат был зарегистрирован для лечения немоклеточного рака легкого, это исследование КОК-4599. Больные неполусклеточным раком легкого, не имеющие в ананузе легочного коротечения кровохаркания, не имеющие поражения головного мозга, получали химиотерапию или ее комбинацию с биоцезумабом. И, в принципе, те цели, которые планировалось достичь, они были достигнуты. Мы видим, что биоцезумаб, как раз-таки реализуя свой потенциал улучшения, пускай определенного по времени, улучшения перфузии опухоли, обеспечивая улучшение доставки препарата, он приводит как раз-таки к увеличению и эффективности цитостатического лечения. Мы видим, что это было первое исследование, которое уже около 10 лет назад было представлено, первое исследование, которым продемонстрировано при раке легкого преодоление этого медианной выживаемости в один год. То есть, в принципе, это, конечно же, убедительные данные по эффективности. Ну и в дальнейшем, за последние годы, также довольно многочисленные исследования, подтверждающие эффективность биоцезумаба в комбинации с препаратами платиной и токсанами или с пиметрокседом, в принципе, удвоение частоты объективных ответов и, самое главное, позитивное влияние на общую выживаемость. И также нужно еще раз подчеркнуть, что это кандидаты для применения биоцезумаба в первой линии, это больные, конечно же, не имеющие полусклеточный гистологический вариант опухоли, поскольку у этой когорты больных риск осложнений, в частности, кровоотечение крайне высокий, и больные, не имеющие кровохаркания в анамнезе. А те больные, которые раньше были исключены из исследования с поражением головного мозга или больные, получавшие антикоагулянтную терапию, они, в принципе, сейчас подлежат применению, не являются противопоказанием наличия этих факторов к применению биоцезумаба. Просто, опять же, напомнить, что одним из предикторов возможного эффекта, клиническим таким предиктором эффекта биоцезумаба является раннее развитие артериальной гипертензии. И хотя эти данные не нашли такого достоверного подтверждения, какие-то такие предсказательные значения имеют. Хотя, опять же, базируясь только на этом параметре, мы никак не можем решать вопрос о продолжении или завершении терапии биоцезумабом. Конечно же, мы базируемся только на таких объективных данных и на общем состоянии пациента. И если мы говорим о том, что эффективность первой линии исчерпывается, рано или поздно исчерпывается, или изначально каждый третий пациент не имеет эффекта первой линии терапии, конечно же, встает вопрос о том, что же делать дальше. Какая, возможно, вторая линия лекарственной терапии. Мы понимаем, что симптоматика и сам факт прогрессирования заболевания приводят к уменьшению сроков жизни, ожидаемой жизни пациента. Появляются новые симптомы, ухудшающие качество жизни, состояние общества пациента. И встает вопрос о том, что же мы можем предпринять. То есть выбор между проведением противопухолевого лечения или симптоматической терапии, использование одного препарата или комбинации препаратов. И как раз таки существует возможность таргетной ангиогенной терапии во второй линии терапии. В принципе, до недавнего времени ответ был однозначно нет. Но, конечно, сейчас мы уже можем говорить с определенной долей оптимизма и просто с оптимизмом о том, что эти возможности есть и во второй линии. Хотя вот здесь мы видим перечень из 15 исследований препаратов, направленных, в принципе, на как раз изучение потенциала этих комбинаций во второй линии терапии рака легкого. И мы видим, что только два препарата, доцитоксел и ротиниб, подтвердили свою эффективность. Они увеличили именно сроки жизни пациентов. То есть, в принципе, то, чего мы должны, в первую очередь, ту цель, которую мы преследуем. Остальные препараты, мы видим, это и цитостазики, и тот же биоцезумаб, и афлиберцепт, и низкомолекулярные ингибиторы теразинкиназ. Они, к сожалению, не продемонстрировали какого-то увлечения выживаемости пациента. То есть, в принципе, не доказали своей назначенной эффективности во второй линии. Ну и здесь уже до недавнего времени опциями, которые мы располагали, это доцитоксел и ротиниб, доказавшие в своих эффективно-сердомизированных исследованиях. Ну, возможно, использование пимидрекседа, если не использовалось в первой линии, у больных с аденой карциномой. А то, что мы имеем сейчас, буквально последний год-два, это уже возможность использования и антиангиогенных препаратов, и, конечно же, препараты из области иммуноонкологии. Препарат антиагенной направленности, используемый во второй линии и уже одобренный на основании данного исследования, это как раз-таки рамоцирумаб. Это моноклональное антитело к экстрацеллюлярному домену, фрагменту рецептора в случае эпитериального фактора роста. Мы видим, что стандартная комбинация, стандартная, скажем так, всегда в второй линии используется как препарат сравнения доцитоксел. Комбинация доцитоксела и рамоцирумаба, она обеспечивает, помимо увеличения частоты объективных ответов, увеличивает и длительность этих ответов, и также оказывает принципиальное увеличение сроков жизни пациента, медианной общей выживаемости. И что очень важно, что это единственный пока препарат из группы антиагиогенных препаратов, который безопасен и эффективен в отношении плосклеточного рака легкого. До этого мы говорили, что эти пациенты, имеющие плосклеточный рак легкого, исключаются, не являются кандидатами для антиагиогенной терапии. Эта комбинация одобрена в Соединенных Штатах Америки в 2014-2015 году и, в принципе, уже заняла свое место как возможная опция. И группа нашего интереса, группа препаратов, которые интересны нам сегодня, это ингибиторы теразинкеназ. Ну, список здесь, наверное, 10 или даже больше препаратов. В принципе, практически все они — это мультикеназные ингибиторы, которые влияют не только на рецепторы, посудистые наталиального фактора роста, но и на рецепторы термоцитарного фактора роста, фактора роста фибробластов, методжи, ФР и так далее. И также часть препаратов знакома, препараты уже изучены и зарегистрированы при лечении ряда других опухолей, рак почки, саркома и так далее. Часть препаратов проходит еще изучение, в том числе и для лечения рака легкого. Ну вот, часть препаратов, по крайней мере, препарат, о котором мы будем говорить, он уже зарегистрирован как показавший определенный эффект во второй линии терапии. Препарат «Нитодониб», о котором мы сейчас более детально поговорим, это препарат, являющийся тройным ингибитором факторов ангиогенеза. Он блокирует и рецепторы сосудистая наталиального фактора роста, и фактор роста фибробластов, и фактора роста, драбоцитарного фактора роста. Поэтому, в принципе, он оказывает такое ингибирующее воздействие на эндотелиоциты, на перициты, на гладкомышечные клетки, то есть, в принципе, на все клетки, участвующие в патологическом ангиогенезе. Интересно, что этот препарат зарегистрирован также для лечения идиопатического фиброза легких. То есть, в принципе, как раз-таки, вот эти антиангиогенные механизмы его, они с успехом реализуются в лечении данной патологии. Ну, препарат, поскольку мы говорим о лечении рака легкого, то, конечно же, мы должны знать, что профиль токсичности при использовании его с атостатиками, которые используют в лечении рака легкого, он достаточно благоприятен и безопасен. То есть, и с химиопрепаратами, и с афотенибом, нитодониб абсолютно переносим, и профиль токсичности, еще раз повторю, благоприятен. Информация о уже такой его доказанной эффективности – это исследование LUM-LANG-1. Больные, получавшие уже первую линию терапии, причем в качестве первой линии терапии допускались и токсаны, и пиметероксет, и биоцезумаб в том числе. Больные с любой гистологической формой опухоли, из плосклеточной гистологии, из аденокарциномы, рандомизированы на терапию доцитокселом, стандартная группа сравнения, и комбинацию доцитоксела и нитодониба. Ну и, в принципе, чисто объективных ответов, она, в принципе, закономерно была невысока. Мы знаем, что вторая линия терапии – это не тот этап лечения, на который мы ждем грандиозных, именно объективных ответов. То есть там в основном стабилизация. Но принципиально, что в группе больных, получавших дополнительно к химиотерапии еще нитодониб, длительность стабилизации была достоверно выше. Но, к сожалению, это не экстраполируется на общую выживаемость в общей когорте больных. То есть мы видим, что достоверного увеличения выживаемости нет. Но если мы рассмотрим подгруппу больных, имеющих аденокарциному, как гистологический вариант опухоли, то здесь уже различия абсолютно достоверны и убедительны. То есть мы видим, что в три месяца разница в медиане общей выживаемости. Почему мы видим, что кривые начинают расходиться уже через полгода от начала лечения, и эта разница сохраняется на протяжении трех лет наблюдения. И на основании этих данных препарат был зарегистрирован для лечения больных, имеющих именно аденокарциному легкого в качестве второй линии вместе с додцитокселом. И, конечно же, вопрос всегда возникает, какие еще факторы имеющиеся у пациента мы можем использовать, чтобы каким-то образом выделить ту когорту больных, которые имеют наибольший выигрыш от применения препарата. И оказалось, особенность этого препарата и очень такая необычная, что наиболее эффективно он в той группе пациентов, которые очень быстро в пределах 9 месяцев прогрессируют на фоне первой линии терапии. Казалось бы, странный факт, больные или изначально не отвечающие на терапию первой линии, или имеющие эффект буквально длящийся, избиряемый неделями, именно эта группа пациентов отвечает более убедительно на терапию с включением методониба, и это реализуется именно в увеличении сроков их жизни. Одним из объяснений является то, что опухоль быстро прогрессирующая, она наиболее нуждается как раз-таки в ангиогенезе, в остекаемом опухоли, и поэтому эффект блокатора ангиогенеза, он реализуется у этих пациентов особенно значительно. Безопасность препарата, еще раз говорю, она подтверждена была и в этом исследовании, не буду останавливаться. Мы видим, что осложнения третьей и более степеней, они одинаковы как в группе больных получавших, они тогда не так, и в группе больных не получавших. Причем, видите, здесь осложнения, касающиеся именно антиангиогенных препаратов, то есть типичные тромбоэмболические осложнения, кровотечение и так далее. А то, что характерно для методониба, это то, что характерно для большинства ингибиторов тиразинкеназ, это в основном диарея и обратимые изменения со стороны трансаминаз и диспетические явления. В принципе, они абсолютно контролируемые, оккупируемые и не влияющие на качество жизни пациента. Таким образом, сейчас мы уже можем говорить, что мы имеем две линии лекарственной терапии немоклеточного рака легкого с включением ингибиторов ангиогенеза. Это первая линия, стандартная комбинация полотенцежащих дуплет с биоцизумабом, и вторая линия, но у больных, имеющих аденокарциному, это комбинация доцитоксела и нентодониба. В принципе, конечно же, каждая, мы видим, комбинация обеспечивает медиану общей выживаемости, превышающую год. Это бесспорные достижения, наверное, современной лекарственной терапии. Ну и то, что мы должны продолжать делать, конечно же, искать генетические дефекты, в том числе, наверное, те, которые позволяют опухоли ускользать от действия таких уже изученных ингибиторов ангиогенеза, и использовать комбинацию тилостатиков и таргетных препаратов уже между собой. И, конечно же, этап, вернее, группа большая препаратов относительно к области иммуноонкологии, это то, что является, наверное, полем для изучения при дальнейшем лечении больных немоклеточным раком лёгкого. Спасибо. Какие вопросы? Всё-таки вот представим, что у вас сейчас есть возможность, ну, условно говоря, там я вначале подумал, что вот есть препарат или есть возможность включить в иммунотерапию на клиническое испытание, ну, нет препаратов, но всё-таки, допустим, есть. Вот вы бы больному что посоветовали? Иммунотерапию попробовать во второй линии или что-то из перечисленного? Ну, наверное, также мы должны оценить, именно подойти к пациенту как к отдельному пациенту, да, то есть мы должны оценить все особенности его на данный момент. То есть, ну, гистологический вариант опухоли, да, если это аденокарциномы, то, наверное, возможности всё-таки антиогенной терапии должны быть изучены, потому что для всё-таки больных железистым раком возможности иммуно-онкологических препаратов во второй линии они такие, они довольно спорные. Поэтому, может быть, лучше основываться на том, что мы уже точно доказали, то, что мы точно знаем. Спасибо. Спасибо. Какие ещё вопросы? Ну что, давайте спасибо большое. Спасибо.